всем привет пришла очередная посылочка из китая сайта aliexpress здесь у нас паяльник получается раскрыть таким образом газовый паяльник у нас здесь нету немножечко там тут памятый весь это стандарт стандарт для китайского товара есть какой-то баллончик немножко поцарапанный здесь походу запасное кольцо либо кольцо которое надо вставить я что-то здесь не догоняю здесь вот рисунок а не то наверное если его использовать как горелку сейчас посмотрим что-то а идея вот наверное ничего не надо ставить сюда ставить здесь же пламя будет нам понадобится зажигалочка скорее всего тоже заказывал я в китае данную зажигалочку ссылочку на нее тоже оставлю она заправлена газом уже очень долго нигде ничего не пропускает от новом нам не видно вот здесь газа где-то чуть больше половина вот так вот она горит так ну что здесь вот такой вот регулятор вот все его выкручу но нет и заправлю такой вот газ у нас куплен здесь у нас магазине плохо то что не видно насколько он заряжен но намного я не буду заряжать так чисто попробовать хотя можно и до конца заправить сейчас посмотрим что из этого получится да газ идет сейчас мы вот так вот он выглядит вот кто говорил насчет горелки но ребята вот она вам горелка здесь можно охренеть он хренач как бы не спалить телефон выкрутил и выкрутил я его совсем до конца вот тут можно маленькое такое пламя делать всем можно тут как бы мне ничего здесь не спалить можно вот такое большое пламя делать такое уже пламя тут больно охренеть лучше мы не будем так сильно его выкручивать а то я действительно что-нибудь спалю здесь так ну смотрите короче как горелку использовать его можно вот единственное на максимум не выкручиваете потому что он периодически то ли выплевывает прям газ жидкостью не пойму только выскакивает очень большой поток пламени сейчас мы его соберем как паяльник также подожгем его вот и попробуем расплавить олово припой здесь я только немножко не пойму здесь он почему-то ну вот начинает разгораться видите он краснеет а ну все вот он начал краснеть все это значит пошел процесс нагревания все то есть пламени здесь уже нету пламя идет вот именно на накал вот вы видите да сейчас я могу сделать на максимум вот на максимум но мне кажется такая температура нам сильно не нужна убавим сейчас вот так значит стоять он будет отлично есть у нас это надо убрать есть у нас нить вот этого для припоя ну друг горелого есть ухты канифоль ну давайте попробуем канифоль сейчас сделаю совсем тихо видно кончик пожелтел он уже дать раскалился очень сильно да вот смотрите наверное видите да смотрите то есть он плавит вот то есть теперь попробуем расплавить нить знаю вам будет видно нет вот она нить вот он плавит и ну вы видите да наверно на что же нам капнуть работает сюда что ну вот капельку мы отпаяли смотрите сюда вот она ну вот он шарик ну то есть принципе паяльник работает исправно выключу я его вот ну по-моему вы видите сами кончик даже немножко посинел вот разогрелся очень быстро не вижу смысла в больших кстати ничего там не болтается не видно сколько газа есть еще такой же он подешевле но этот вроде подобротней сделан я что его заказал здесь металлическая но алюминиевая вот это вот часть то есть мне кажется при ударе она не треснет вот а есть пластмассовым вот таким набалдашником то есть там прозрачный вот этот вот сам резервуар и там видно сколько газа набирается но здесь мне кажется не критично на то чтобы спаять один раз заправить и вам хватит сверх головы пускай стоит наверное остывает вот то есть в принципе вот скатился шарик на стол вот он сейчас вам покажу вот мы отпаяли сейчас на пальцы покажу вот он фокусируйся давай вот он вот то есть вот такой вот кусочек мы отпаяли отпаивает очень быстро то есть никакой электрический паяльник нам принципе больше не нужен для я брал для того чтобы спаять провода автомобиле чтобы не делать просто тупо скрутку и все а я хочу сделать скрутку и паять все это дело потом все заизолировать ну вроде как сделать по уму вот в принципе вот даже так можно использовать чтобы он если то что вдруг не упал вот очень удобно идет с ним вот это вот прокладочка значит она наверное где-то внутри это просто тупо запасная вот запасная здесь еще кстати сетка какая-то какие-то кольца внутри не знаю для чего это надо разбираться скорее всего это запасные части тут вот все в принципе написано но но написано китайском написано на китайском здесь не шибко понять вот если сравнивать с паяльниками где-то в районе 70 100 ватт идет вот ну я в принципе доволен на самом деле у меня есть паяльник и но я так не любитель паять от этого всего дела вот у меня есть вообще электрические какой-то там я не знаю древний там в общем беда этот я лишь только покупал для того чтобы повторяюсь спаять провода в автомобиле более он принципе мне не нужен а если кому-то нужен заказывайте очень удобная вещь вот смотрите он и как горелка и как собственно паяльник часто то он просто не используется и да тепло идет от головки сюда по железу и вот эта часть уже такая вот ну я бы сказал не теплая а уже такая горячая но принципе вот рукой держу без проблем вот то есть здесь ничего оплавляться не будет но просто сразу можно сделать большую температуру чтобы он раскалился а потом просто убавляете на маленькую температуру чтобы поле просто подогревал не надо делать сильно большую сейчас попробуем он уже не отпаять тоже давно мы выключили ну да он уже всего наверно уже остывает а ну в принципе да вот я уже чувствую что он принципе почти рукой можно держать ну что ж на этом все давайте я вас сейчас сориентирую по цене и по доставочке вот так сейчас посмотрим где он у нас тут вот так очень кстати удобно если бы еще конечно к нему был бы футляр какой-нибудь не вот такая коробочка именно к это такая пласт пластмассовая коробка было бы наверное вообще сказочно вот но что есть то есть значит по деньгам стоил данный паяльничек 369 рублей он не сильно дороже чем вот точно такой же но с пластмассовой вот этой частью я говорил прозрачная такая зеленая вот но просто я не знаю как он долго ли прослужит этот вот с пластмассовой частью вот это я повторяюсь это не пластмасса это алюминий вот что очень даже здорово вот значит по цене это 369 рублей на 370 пускай по доставке сегодня у нас какое число нас 18 июля заказывал я его 6 июля то есть 12 дней он шел на грубо говоря две недели то есть в принципе очень быстро за две недели вы получаете нормальный паяльник такой паяльник у нас наверно ну около 1000 рублей будет стоить так что в принципе но в половину точно дешевле возьми берете заказывайте ссылочку оставлю под видео также оставлю на такую вот зажигалку с факелом она тот же принцип я говорю здесь вот прозрачно там разные цвета есть все очень удобно здесь вот такой как крышечка на цепочке у нее кто курит очень удобно то есть сигарету держите и чпок хоп зажег то есть принципе тоже заказывал на алиэкспрессе ну что также зажигалка она заправляется на этом все по деньгам по времени о вас среди сориентировал аппарат очень достойный я доволен на самом деле вот такому паяльничку заказывайте не бойтесь продавец нормально идет на разговор то есть не просто отправляет и забывает про все на свете а такой вот отзывчивый товарищ если надо разобраться что вот это вот за запчасти он скорее все это запасные части для паяльника могут тут вот уплотнители и вот эти вот кружочки это надо смотреть но вроде работает зачем что-то лезть смотреть и разбирать ну что ж на этом я заканчиваю с видео понравилось ставим лайки не забываем подписываться на канал всем пока до конца продолжаем получается